Гидравлические испытания на теплосетях города в самом разгаре. Однако мало кто догадывается, что простая опрессовка может стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий. В пятницу сотрудники Ивановского филиала ТГК-6 совместно с инспектором ГИБДД рассказывали водителям простые, но не всем известные правила безопасности. Когда проходят гидравлические испытания, случаются фонтаны. В нашем городе крайне редко, но бывает это. Возможно, в том числе, прорыв трубы с вытеканием горячей воды на проезжую часть. Мы хотим, чтобы люди знали, как правильно себя вести в таких ситуациях, что ни в коем случае не надо пытаться объехать эту лужу, стараться ее перескочить, потому что последствия могут быть самыми тяжелыми. Проезды через лужу лучше вообще избегать, тем более, если от нее идет пар. Автомобиль попросту может застрять в кипятке. Особенно это касается водителей джипов и других крупных автомобилей. Не всегда можно быть уверенным в проходимости своего авто. С просьбой быть повнимательнее к тепловым трассам, к лужам. К водителям к этому не относятся. К, ну, мало ли, поедете вброд, а вдруг там он глубокий. Так что возьмите листовки, почитайте, среди коллег ознакомьтесь тоже. И не забывайте включать свет не при виде инспекторов, а перед началом движения. Все доброе, счастливо. В Иванове акции носят профилактический характер. Автомобилисты получили памятки о том, что люки и колодцы нужно объезжать. Да и лужи вброд покорять не стоит. Таких случаев в нашем городе не было, но в некоторых городах Российской Федерации уже в этом году произошло несколько таких дорожно-транспортных происшествий. В случае обнаружения открытого люка, парящей лужи или обвала грунта необходимо срочно позвонить по телефону единой диспетчерской службы. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.